Свой первый боевой вылет Михалёв совершил 22 мая 1943 года на Воронежском фронте в 30 километрах от Белгорода. В бою он подбил один самолет противника, а при атаке второго у него закончился боекомплект. И тогда он взял самолет врага на таран. Мало кто из летчиков Великой Отечественной войны совершал повторный таран. Такой случай был у Михалёва. Это произошло 30 октября 1943 года на Втором Украинском фронте. Михалёв дал длинную очередь по Юнкерсу, но тот продолжал лететь. Михалёв твёрдо решил идти на таран, даже ценой своей собственной жизни. Юнкерс рухнул вниз, а лётчик с трудом, но посадил свой самолет на землю. За этот бой Михалёв был представлен к высшей правительственной награде. От Кубани до Берлина такой боевой путь нашего отважного земляка. Эскадрон Михалёва произвёл более 700 боевых вылетов, сбив 78 самолётов противника, тогда как наши потери составили 7 самолётов и 6 лётчиков. Капитан Михалёв с мая 1943 по июнь 1944 года совершил 135 боевых вылетов, сбив лично 26 фашистских самолётов. Не перечесть всех боевых подвигов Михалёва после войны, уже в 1959 году Михалёв в звании полковника уходит в отставку. Жил и работал Герой Советского Союза в городе Куйбышеве. Умер в 2006 году в возрасте 89 лет. Мы гордимся тем, что именем Героя Советского Союза Василия Павловича Михалёва названа улица в посёлке Солдатский Советского района, в котором родился легендарный лётчик. Солдатский Советский Союза